я уже хожу второй год и я делаю мягкую игрушку котиком я делаю мягкую игрушку свинью и хожу только один год мне понравится потому что тут мелкая моторика развивается красивые вещи делается поэтому мне нравится преподаватели в черт не они умные крутые и веселые я делала втором классе где-то ну два дня моя поделка была на выставке и я взяла первое место я хожу уже третий год мне понравилась кожа потому что тут можно делать всякие снивери домой картины на выставку и помогать эксантонии что-то делать а девчонки мне кажется что это больше такое мужское дело все-таки кожи это же нужно вырезать приклеить обжечь нет терпения у нас хватает работа для всех работа я сюда приезжаю из вальвачей это агрогородок я сюда приезжаю ради тренировок мне тут нравится нравится тренинг а расскажите нам какие-нибудь секреты тэквондо вот что есть тэквондо такого что отличает его от других боевых искусств у меня сейчас руках браслет это для моего дяди он просил у меня уже давно я сейчас делаю шкатулку в виде сердечка я подарю ее маме у меня дома много браслетов смайликов потом брелочков брошек и и много картин сейчас я в ниточном дизайне на этапе забивания гвоздей но потом я перейду на этап плетение нити и получится красивая бабочка вот это наша будущая картина мы ее подарим у учителю на день учителя учитель химии хочется его порадовать на сегодняшний день у нас посещают наш наш центр и дети из ближайших деревень кто-то после школы приходит самостоятельно кого-то приводят родители родители очень заинтересованы чтобы дети развивали свои таланты в этом году мы даже делали вступительные пробные испытания некоторые введения по интересам потому что спрос был очень большой конечно хотелось же взять детей у которых действительно есть способности и чтобы их развивать дальше ребята которые приезжают из деревень они конечно очень сильно мотивированы сами дети и сами родители которых привозят трудность конечно есть некая потому что подвоза такого в наше учреждение нет но хочу заметить что наши педагоги выезжают в деревню у нас есть такая практика в этом году у нас запланирована масштабная работа новое такое веяние мы хотим задействовать субботний день в плане того что наши специалисты наши педагоги разных направлений деятельности будем организованы целенаправленно выезжать в сельские школы и предоставляя детям возможность заниматься любимым видом творчества здравствуйте уважаемые гости здравствуйте очень приятно вас видеть нашей студии белта как вы уже поняли из нашего сюжета мы сегодня с вами будем говорить о дополнительном образовании так его называют вообще о кружках и секциях о том сколько они на самом деле стоят мне очень интересно а также о том как развивается эта система вот государственном секторе и в частном и какая разница в цене я знаю что она существует о том должен ли ребенок развиваться в песочнице или его нужно повести на восемь кружков как это сегодня многих модно мы будем говорить сегодня о том что обсуждают на кухне мама так точно о том что обсуждают на работе о том что страна говорит вот и в нашем проекте мы это тоже собственно обсудим такой женский у нас с вами сегодня получился до разговор но я думаю это в принципе связано с тем что наверное в образовании больше работает женщин правда же и кружковой работой как ни странно занимаются наверно тоже больше женщина так надежда сильно линия как в целом в образовании но сегодня уже у нас присутствует больше мужчин поскольку у нас в тренде техническое творчество вот видите то есть идет развитие каких-то направлений о чем собственно сегодня мы тоже поговорим я очень коротко представлю вас друг другу да это надежда васильна она нас директор учреждения образования национальный центр художественного творчества детей и молодежи и представляет минск у нас гостях анна трубецкая это наша звезда белорусской эстрады победители гран-при славянского базара обладатель для анны доп образования стала собственно профессии стартовой . да стартовой точкой профессии у нас гостях многодетная мама ее зовут диана валентиновна она из островца и мы с ней поговорим о том как собственно говоря она водит детей в кружки не вводит детей кружки дорого это недорого да а вот сколько должно быть кружков ольга михайловна из витебска нам расскажет потому что она психолог и наверное расставить какие-то точки над и в этом вопросе ну и кружки секции они есть не только ну так как раньше принято дворцы пионеров да учреждения дополнительного образования в школах поэтому у нас есть гости из города барановича зовут марина георгиевна она директор средней школы и вот эти все моменты мы обсудим вместе с вами у меня такой вопрос значит когда я была маленькая я ходила во дворец пионеров в городе могиле потом туда ходили и мои дети но он уже был не дворцом пионеров он был дворцом детского творчества я ходила по этой дороге получается сама потом с детьми и словила себя на мысли о том что вот этой дороге вот к этому доп образованию могло ведь и не быть если бы свое время в принципе эта система не была разрушена я думаю что все вы здесь согласитесь потому что на каждый из вас эти кружки посещала сегодня знает как дети это так или не так надежда васильна вот правильно ли я говорю то есть не развалена система была в девяностых когда развалил советский союз и на самом деле сегодня много ли таких учреждений и сколько детей туда ходит вот по таким дорогам но если говорить об истоках дополнительного образования действительно они в системе внешкольного воспитания и обучения вот то о чем вы говорите это дворцы пионеров и школьников которые были мне кажется достаточно любые любимые у наших детей и у родителей и безусловно был осмыслен опыт взято то что самое хорошее было но сегодня это не просто те дворцы пионеров и школьников которые были и особенно с принятием кодекса в 2011 году где четко была очерчена система дополнительного образования безусловно они сегодня получили новую жизнь и не только областные центры вот как было раньше на сегодняшний день я должна назвать цифру то есть двести восемьдесят четыре учреждений дополнительного образования в стране из них сто восемьдесят четыре многопрофильные восемьдесят однопрофильных это достаточно внушительная цифра и мне хотелось бы сегодня говоря о системе применить вот три таких слова как востребованность качество и доступность если говорить о востребованности то за них мы говорим что дети голосуют ногами ну наверное дети и их родители то есть они не приходят по какой-то обязанности они приходят сами выбирают направление деятельности выбирают всегда надежда сильная иногда родители поэтому и говорю родители то есть в возрасте наверное лет до восьми десяти даже может быть дальше подростки вы их не поведете за ручку они сами приходят и безусловно вот та цифра которая существует сегодня в стране это почти 400 тысяч детей которые посещают учреждения дополнительного образования это достаточно внушительная цифра да то есть дети имеют возможность для своей самореализации это прекрасно для самоопределения для выбора профессии вот о чем мы уже говорили да далее если говорить о качестве о доступности о качестве говорят победы наших детей то есть ну вообще у каждого своя маленькая победа когда он приходит в учреждение доп образования безусловно рядом педагог который старается обеспечить ему индивидуальную траекторию развития чтобы каждое занятие возникала у ребенка ситуация успеха что он сделал шаг вперед это тоже очень важно это не так как в сюжете девочка сказала хорошо здесь разбивается мелкая моторика точно знаю что она приходит туда не для развития мелкой моторики но то сердечко которое они там показали да что вот я это маме а вот эту картину учителю химии у них такие глаза горящие из этого вот можно сделать вывод что эти дети пришли туда не потому что их привели туда родители правда же ну очевидно ребенок услышал где-то выражение что это связано с умственной деятельностью и она погордилась этим что одновременно у нее такие процессы важные идут далее если говорить о доступности то на сегодняшний день мы стараемся сделать так чтобы независимо от места проживания и как далеко ребенок минске как далеко от минска либо от гомеля витебска могилева и так далее чтобы ребенок получил качественную услугу я вот сегодня даже вам такой маленький пример приведу очень показательный агрогородок гомельской области вот у нас недавно была неделя дополнительного образования республиканская страновая и мы вот демонстрировали успехи вот в центре творчества данного агрогородка где есть заслуженный любительский коллектив хореографический где есть народные коллективы в области изобразить на декоративно прикладного творчества более того я вам хочу сказать что несколько раз становились призерами победители республиканского фестиваля конкурса мельница моды то есть представляли коллекции интересные детской одежды вот вам пожалуйста агрогородок и сегодня безусловно там не просто педагог там коллектив самоотверженный педагогов и сегодня мы ставим задачи чтобы вот в каждом населенном пункте где есть центр творчества и даже если его нет то есть выездные занятия либо подвоз детей либо выездные я не могу сказать что на сегодняшний день сто процентов решена эта задача но мы работаем над этим и во многом мы достигли успехов более того в этом году уточненная редакция кодекса которая позволяет обеспечить нам дистанционное образование то есть ряд объединений вот пожалуйста республиканское учреждение либо любое областное может вести объединение по интересам дистанционно сегодня есть цифра и вот с помощью вот онлайн такого общения это можно сделать но очевидно не все направления ведь не только вязать но в принципе если толково показать ведь есть или уроки мы их признаем признаем почему мы не можем признать вот такое онлайн обучение тоже демонстрируется кстати когда была ковидная ситуация вот наше учреждение очень много выложила на youtube канале обучающих курсов для детей да очень большие просмотры до сих пор мы видим что они востребованы представьте себе то есть для родителей для детей я думаю что это очень важная история а вот спектр какой сколько сегодня кружков ну вот вязание шитье направлений направлений да да направление достаточно разнообразно я говорила о профилях деятельности безусловно вот вы сразу назвали как бы такие вот которые представляют художественное творчество да на сегодняшний день это почти 50 процентов но это не только вязать шить вышивать и так далее это и хореография это и театральная деятельность это это сама мода о которой мы говорили изобразительное творчество здесь очень много направлений то что связано с художественным творчеством дальше безусловно туристка кривейческая эколого-пиологический профиль техническое творчество которое сегодня вот у нас набирает силу и интерес направление популярное и вот сейчас ближайшее время да собственно уже функционирует национальный детский технопарк и я думаю что получит просто более такое развитие более сильное и это очень важно и для мальчиков и для детей то есть и просвещение подготовка в области техническое творчество буквально начиная с детского сада да Марина Георгиевна можно задам вам вопрос вот расскажу свою личную очень короткую историю я начинала заниматься музыкой и бросала пить раз я после первого класса пошла заниматься музыкой просил после второго просила после третьего бросила в итоге я ушла музыкальную школу и закончила и получила высшее музыкальное образование но начинала я как раз таки заниматься музыкой в То есть кроме дворцов и центров детского творчества, у нас ведь можно еще и заниматься многими вещами в школе. И для многих родителей это очень удобно. Вот закончились занятия, родители на работе, вроде никуда везти не надо. Какой спектр сегодня есть, допустим, в вашей школе? Чем могут дети заниматься? В нашей школе очень большой спектр занятий, потому что, во-первых, это государственный компонент. Выделяется на проведение кружковых объединений по интересам дополнительного образования. Они имеют такие же направления, такие же профили, как и в учреждениях дополнительного образования. Вот за счет этих часов в нашей школе работает 70 объединений по интересам различных профилей. У нас очень большая школа. В школе обучается 1896 детей. Школа находится в центре молодого микрорайона. И объединения по интересам посещают не только ученики нашей школы, но есть возможность посещать ребятам, которые проживают в микрорайоне и обучаются в других учреждениях образования. Что я хочу сказать, что в прошлом году мы открылись только в прошлом году. Нам второй год. В прошлом году мы открыли многопрофильный центр дополнительного образования. Кроме тех объединений по интересам, которые мы можем организовать с нашими педагогами, которые работают в учреждениях образования, у нас открыт филиал 3-й музыкальной школы искусств города Барановичи. На базе школы приходят специалисты из музыкальной школы и работают с нашими ребятами. Ребята учатся играть на 7 музыкальных инструментах, плюс есть самокупаемая студия. Кроме этого, на базе школы открыт филиал центра детского творчества города Барановичи. 7 объединений по интересам. Ребята приходят на занятия, а затем у них дополнительное образование центра. Они не выезжают в центр города. У себя в школе они получают дополнительное образование. И эколого-биологический центр со своими объединениями по интересам, с замечательными животными приходят в учреждения образования. И у нас проводят, точно так же проводят занятия. Таким образом, мы развиваем детей во всех направлениях. И это есть возможность сделать в нашем учреждении. Вы сказали о количестве детей, которые посещают. Более 1300. Это очень такие внушительные цифры. Можно я еще задам вам всем вопрос? Он будет очень коротким, но тем не менее. Он касается тоже цифр цены. Я недавно читала очень такие едкие и очень неприятные материалы по поводу того, как сегодня в Белоруссии невозможно ребенка повезти в кружки. Вы не поверите, эти товарищи насчитали до одного ребенка до 700 рублей. Вот как раз я вижу реакцию мамы. Может быть, спросим сначала у мамы. Вот у вас трое детей. Водите ли вы их кружки? И сколько это стоит? А потом поговорим со всеми. Потому что стоимость – это вещь очень важная. И я, как мама, которая водит ребенка на керамику, стоимость знаю. Но тем не менее, мне вот интересно. Доступно сегодня это для детей? Я считаю, что доступно. Доступно. И даже вот у меня трое детей. И все занимаются. Мы посещаем не только платные кружки, но и бесплатные. Но троих детей у меня в месяц обходится в районе 100-120 рублей. То есть я считаю, что… А куда будете тогда? Вот расскажите. Младший ребенок у меня занимается подготовкой к школе. Так. Вот это то, куда и мои ходили. Это занятие по речи. Это учат читать. Это учат считать. Это очень важная такая вещь для подготовки. Английский язык. Хореография. Вот это платные услуги. Старшие девочки. Вот старшая. Она занимается в военно-патриотическом клубе. Тоже. Но это бесплатно. Но очень интересно. И нравится ей. Вот. Вот средняя девочка, математика, английский. Вот это платно. Но я считаю, что это доступно. И это… Но это не та сумма, которую там на одного насчитали до 700 рублей. То есть вот я сейчас хотела поговорить по стоимости. На самом деле, сколько вот в центре творчества и сколько в школе. Есть ли разница? Хотя бы примерно, чтобы мы назвали эту цифру. Потому что фейк есть фейк, а его нужно развенчивать. Я думаю, что и в центре творчества, и в школе эта стоимость будет одинаковой примерно. Поскольку мы ориентируемся на господарственную составляющую. Это первое. Но самое главное, что у нас небольшое количество объединений, те, которые… То, что мы называем на небюджетной основе. Ну, скажем, у нас примерно если 100 – 10%. Ну, согласитесь, остальные – это бюджет, это бесплатно. И так это во всех учреждениях. Если тот, кто обращался, искал себе что-то объединение подороже и кого-то подороже… Если сказать по-дороже можно найти. Да, то можно найти, можно найти. Но на сегодняшний день я с полной уверенностью вас заверяю, что в стране созданы абсолютно замечательные условия для удовлетворения потребностей детей максимально. А какие бесплатные? Почти все. Почти все. Сейчас очень долго надо перечислять, потому что у нас немаленькое учреждение. Сегодня нам исполнилось 86 лет. Поздравляю вас. Спасибо. И у нас дети с большим удовольствием занимаются. Ну, вот я могу сказать, что моя дочь ходит в кружок керамики. Ну, нам так хотелось, мы это выбрали. Он стоит 50 рублей. Но он 50 рублей, так скажем, Надежда Васильевна, стоит уже который год. Я все смотрю и думаю, когда же он подорожает. В месяц 50 рублей. В месяц. Но это два занятия в неделю, то есть это 8 занятий в месяц. Больших проблем на самом деле я здесь не вижу. Но я могу сказать, что есть люди, еще раз говорю, которые рассказывают о том, что они куда-то пошли, и им чуть ли 700 рублей не хватило. В связи с этим у меня вопрос. Все-таки вам всем, вот есть государственное образование, у нас есть еще и частное. Насколько мы можем сегодня контролировать процессы, которые там происходят? Насколько там цены адекватные или неадекватные? Я думаю, что, может быть, вы знаете, можете их сравнить. Ну, суммы откуда-то такие возникли. Вот сейчас вопрос о государственном и частном, назовем так, образовании, он вышел на уровне главы государства. Правда, по другим вопросам, по другим проблемам. Это были частные школы и государственные школы. Но мне вот интересно просто ваше отношение к этим вещам. Ведь там действительно могут задрать цены? Я знаю, что некоторые академии стоят, ну, по 100 уе, это значит 250-300 рублей в месяц точно. Есть же такие цифры? Очевидно, есть сегодня вот то, что вы назвали, академия, это больше в области IT. И на сегодняшний день это достаточно популярно у родителей, ну, и, соответственно, у детей. Но вот отношения к частному, я считаю, что, да, могут быть как государственные, так и частные. Должна быть конкуренция, конечно. Нет, конкуренция должна быть. Но вот все эти вопросы, которые касаются образования, то, что касается детей, эти вопросы должны быть хорошо контролируемы государством. Потому что это дети. Кто работает с ними? Имеется в виду, насколько человек подготовлен? Конечно. Насколько созданы условия? Насколько не соответствует вот тому, чему должны соответствовать в области, скажем, пожарной безопасности? Вообще вопросов любого жизнеобеспечения детей. На это родители должны обращать первейшее внимание. Первейшее внимание. Потому что вот дороже жизни ничего нет. Дальше уже после этого вопросы возникают, кто работает и как работает. Насколько это полезно для ребенка? Поэтому, да, все могут быть, на рынке присутствуют, но это должно контролироваться безусловно. Как у руководителей школы? В Барановичах есть частные? Конечно. В Барановичах, конечно же, как и везде, как и в любом городе, есть частные учреждения дополнительного образования. Но там больше не учреждения дополнительного образования, а какие-то отдельно, будем говорить так, объединения. Что касается ценовой политики, она действительно тоже разная. Они сами планируют цену, сами рассчитывают бюджет. Но и родители сами выбирают, куда им сюда идти. И родители сами выбирают. Хотят сюда, и по цене, и по качеству. Я согласна, я совершенно согласна. Но что же касается нашего учреждения образования, у нас в школе бесплатно всё. Все объединения по интересам, которые из сторонних организаций, они тоже бесплатны. Единственная музыкальная школа. Так вот, я хочу озвучить сегодня стоимость музыкальной школы. Все музыкальные инструменты, кроме гитары и фортепиано, стоят 16 рублей в месяц обучения. Всего лишь 16 рублей. Фортепиано и гитара – 18. Какая разница? 18. Это очень важно. Цены, я разговаривала с директором этого учреждения. Цены, фиксируемые государством. То есть такая цена в городе Барановичей. Здесь есть контроль за этими семьями. Тогда никогда мы не услышим с вами цифру 700. Мы не услышим. Потому что по стране, в Минске, в Могилёве, в Барановичах, это одна цена для ребёнка и для родителей. Но я совершенно согласна с вами, что каждый родитель вправе выбирать то объединение по интересам и заводить своего ребёнка. Поэтому здесь это выбор родителей. Конечно. И детей. И детей, да. Выбор родителей и детей, я всегда говорю своим родителям, ваш ребёнок хочет заниматься в этом объединении. И тогда родители говорят, ну надо подумать. Нужно разговаривать с ребёнком. То есть я не знаю свой ответ. Да. Вот я хотела сейчас как раз таки обратиться к нашему психологу. Ольга Михайловна, скажите, вот в принципе мы ответ-то знаем, но нам нужна основа психологическая. Кто должен пойти на кружок? Папа, который не реализовался, к примеру, в хоккее и очень хочет, чтобы Петя, Миша, а может и Даша за него там реализовались. А ещё в семье есть мама, которая не стала, свои интересы не реализовала. И вот мне кажется, что очень часто бывает так, что дети дореализовывают родителей, которые в детстве чего-то не дали. Даже не дореализовывают, а наоборот за счёт детей стараются реализовать свои желания, потребности. Хотя это неправильно, потому что ребёнок – это личность, у которой есть свои желания, свои потребности, свои данные. И прежде всего, выбирая кружок по интересам, дополнительное образование, нужно исходить с того, что хочет ребёнок, куда он пойдёт с удовольствием. Когда будет маму подгонять, мам, ну пошли быстрее, там уже педагог, наверное, пришёл, и я хочу туда. И есть второй вариант, когда мама тянет бедного малыша на кружок, потому что я так хочу. А в истории потом бывают такие случаи, когда родители таким вот образом, собственно говоря, ломают жизнь. Вы же общаетесь с детьми, наверняка. Общаюсь, да. Мы тайны чужие не хотим знать, но мы хотим знать, есть ли такие истории, когда дети от этого действительно страдают. Есть. И не могут сказать об этом. Есть, да. И когда ребята, например, музыкальную школу, это реализация, желание мамы, да, чтобы ребёнок играл на фортепиано, а ребёнку это совершенно не надо. Он заканчивает музыкальную школу, приносит, отдаёт диплом. Вот мама, вот диплом. Да, всё. И больше к инструменту не дотрагивается вообще, да. И выбирая кружки, нужно исходить из особенностей ребёнка, да. То есть смотреть, куда у него больше идёт направленность художественная, спортивная. Аккуративная, да. И идти уже за ребёнком. Даже не за ребёнком, а рядом с ребёнком, да. То есть куда он хочет, а не куда хочет мама с папой. Ну вот Анна Трубецкая в своём одном интервью сказала о том, что она в детстве не очень хотела музыкальную школу, а очень хотела погулять по дворе. Ну вот, Анна, получается, что родители немного надавили, ну правда. Я хочу немножко внести такое среднее значение между двумя противоположностями в том, что не каждый ребёнок способен здраво оценить надобность дополнительного образования в своей жизни. Потому что всё-таки психология ребёнка устроена на упрощение, да. Погулять, поразвлечься, отдохнуть. Не каждый ребёнок готов собраться и пойти туда, где, например, иногда бывает сложно. И вот в моей жизни была такая же ситуация, что я первый, второй, третий класс в музыкальной школе. Всё хорошо, всё успешно, удачно, сдаю зачёты, пою в хоре. Но преподаватель у меня по фортепиано был достаточно суров и постепенно отбивал моё желание быть в музыке. Вот я однажды пришла... Вот это, о чём мы говорили, да? Да, просто не стала перебивать, но хотела дополнить, что под вашими словами подписываюсь под каждым, потому что это правда важно. Преподаватель, умеющий привить любовь, потому что он может также её и отбить. Так вот однажды я пришла к маме и сказала, мам, всё, я больше не хочу, не могу, не буду. В истерике, в слезах я это помню, как сейчас. И моя мама нашла в себе силы, нашла для меня правильные аргументы, чтобы убедить меня в том, что это временная сложность. Слишком много пройдено, чтобы сдаваться. И она убедила меня в том, что я должна остаться в детской музыкальной школе и продолжить обучение. Мы просто поменяли педагога. Мы перешли с фортепианного отделения в вокальное, где вокала было больше. И так постепенно я поняла, что сейчас уже, будучи взрослой, я поняла, что это очень важно было тогда не сдаться. И тогда я не могла ещё оценить, что бросив школу, я могу просто потерять своё любимое дело и не стать, например, той, кем я могу быть сейчас. А есть и много историй. У меня у знакомого была такая история с детства, что, грубо говоря, хотел в хоккей, мама просила учиться на музыкальном инструменте. Спустя полгода мама узнаёт, что, оказывается, ребёнок уже полгода тайком ходит в секцию хоккея. И потом заводит всё равно. Но ведь ходит. Там мотивация. А потом из-под палки заставляет вернуться в музыкальную школу, а приходит преподаватель и говорит, он не будет играть на инструменте. Отдавайте в хоккей. Всё. Это безусловная любовь. То есть вот туда ребёнка можно отдавать и даже не думать, что там ему плохо, тяжело или ещё что-то. Поэтому здесь очень важная составляющая – родитель, преподаватель и истинный интерес ребёнка. Вот ещё вернёмся к вопросу потом, как Анна будет со своими детьми, учитывая свой опыт. Ну, у неё и психологов. А сколько должно быть этих самых секций? Потому что есть родители, которые считают, вот не хочет никуда, вот она правильно говорит, не может ребёнок ещё оценить. Ему хочется, собственно говоря, погулять во дворе. И говорят, не надо забирать у ребёнка детство. Пусть он вот наблюдает за муравьями в песочнице. И, собственно говоря, он тоже таким образом развивается. Его научит двор, а потом уж как захочет. А некоторые выписывают такой график, который смотришь, и кажется, что его не может выдержать взрослый человек. Ведь существуют такие вещи потом, как передозировка. Когда дети ходят, как белка в колесе, они крутятся, они устают, они выгорают. И потом взрослая жизнь становится просто адом. Вот где найти эту золотую середину? Она психологическая, кстати, или нет? Или нужно от каждого ребёнка смотреть? Может, одному пять прекрасно, а второму один много. Всё зависит от ребёнка. От его темперамента. Нет такого совета, который мы выбрали. То есть или три кружка, или десять. Всё зависит индивидуально от ребёнка, сколько он может взять для себя. И не нужно перенагружать ребёнка, потому что тем самым отбивается мотивация уже к учебной деятельности. Потому что ребёнок устает, когда он там пять часов после занятий школьных ещё на кружках ходит. А потом домашнее задание. Школа, да. Не нужно забывать про режим дня ребёнка. Сон никто не отменял. Восемь-девять часов – это нормально, когда ребёнок должен выспаться. То есть отдохнуть. И, конечно, есть ребята, которые очень хотят во всех кружках. Я хочу и с тем другом пойти, и с тем другом пойти, и с этим. С подражанием. Ему это нравится. Он получает от этого удовольствие. Может, не сколько от кружка, сколько общения с другом. Проводить время. А кому-то хватает и одного кружка. Когда ребёнок идёт в один кружок, он там получает максимально пользы, максимально удовольствие от всего. И ему достаточно. То есть должен чувствовать родитель эту грань? И никаких советов мы здесь им не дадим? Нет, должен. Прежде всего, это каждый родитель лучше всего знает своего ребёнка. И что для него хорошо. Вот оно, вы понимаете, понять бы грань. Вот, может быть, мама Анны подумала, я вот так хорошо знаю. Анна так плачет. Она так устала. А вот честно, я услышала от Анны, когда она рассказывала, что первый, второй класс, как ей нравилось, музыкальная школа. А потом произошёл недопонимание с преподавателем. Это, естественно, должно быть как раз. И у неё же, да, у неё же было у самой желание. Это не мамино желание было. А мама её поддержала. Она поменяла ей преподавателя. Да, поменяла ей направление класса. Была найдена истинная причина проблемы. Ну, то есть дело не в моём нежелании, а в преподавателе, который пытается его как бы... Ну, не сошли, скажем так, характер, но мама... Анна поддержала, но не наоборот. И прежде всего, у Анны было у самой желание заниматься музыкой. Да, это правда. Насколько я услышала. Да-да-да, это правда. Ну, потому что были сразу успехи, была сразу какая-то концертная деятельность, и там уже было всё предписано, скажем так. А другого ничего не хотелось? Хотелось. До девятого класса я хотела быть хирургом. Ходила на факультет в биологии и химии. Но когда я поняла, что химия — это не варить зелье, это решать формулы... Как женщина, она думала, что всё-таки варить зелье. Да-да, и я поняла, что это не мой темперамент. Я не смогу шесть часов. Я хотела быть хирургом. Я искренне увлекалась этой темой. Все операции, кровь, меня ничего не смещало. И когда мне спрашивали, Аня, ну ты что, ты же певица, ты же артистка, я гордо говорила, я буду как Розенбаум. У меня будет образование хирурга, я буду певицей. Но как только я поняла, что химия реально не моё, но я тогда уже была в том возрасте, когда я могла оценить, то я поняла, что всё. Ну, то есть не расплюнялась? Но дополнительное образование важно для любого ребёнка. Потому что детская музыкальная школа, она не просит тебя быть профессиональным музыкантом. Я считаю, что музыка и музыкальная школа – это интеллект. Игра на инструменте – это модель. Ходите, развивайтесь, потом решите, кем вы хотите быть. Не каждый выходец из музыкальной школы стал музыкантом, но он всегда вспоминает с любовью это время, и это всё-таки какой-то интеллект. И в этом. Да, я дирижирую, но только... И чё роль мамы? И роль мамы. Да, да. Вы знаете, я думаю, что не просто мама вас уговорила, а мама заметила ваши способности. Да, конечно. И поэтому всё-таки поддержала ваше желание и пойти в музыкальную школу, и потом вас убедила. И очень важно, чтобы родители могли вот это своевременно заметить способности своего ребёнка и склонность к тому или иному виду творчества. Да, но у меня была идеальная формула. У меня папа – музыкант, у меня был премьер музыканта в семье. У меня были мама, папа, бабушка, которые заметили мой дар, когда я взобралась на стул и спела песню, никому не ожидая, никто не ожидал этого. И плюс ко всему сверху такой мощной нагрузкой была бабушка. У меня бабушка – преподаватель в Институте экономики. Она знает, что это, как это преподавать и как важно образование. То есть бабушка, да, она была таким связующим звеном доказывания важности образования в моей жизни. Мама Диана, как вы разобрались с вашим то, что нужно? И вот, кстати, я вот сейчас, подводя итог, у вас там у кого-то один кружок, у кого-то два. Да, средняя девочка, она выбрала сугубо шитьё. Ей нравится делать игрушки из фетра. Мы ограничились одним кружком. Ну, вот это то, что дополнительное. И в школе посещает дополнительную математику и английский язык. Но всё это сугубо личное её желание. То есть я не давила, я не заставляла. Вот нигде вы их не предлагали? Единственное, со старшей девочкой, она у меня поющая девочка, и мы начали петь с садика. Вот я благодарна воспитателю, она её начала развивать. Вы тоже видите, воспитатель. Да, да. И она занималась с четырёх лет. Вот, естественно, я направляла её, чтобы она занималась в музыкальной школе. Действительно, были победы, которые радовали всю семью. И вот это стимулировало её. Сейчас она тоже продолжает заниматься ещё в музыкальной школе. Конечно, честно скажу, возможно, она уже устала от этого. Вот. Ну, мы занимаемся, занимаемся. Какой год она занимается в музыкальной школе? В музыкальной школе она занимается четвёртый год. То, что официально в музыкальной школе. Ну, просто я говорю, очень много времени было до этого. Я возила её на частное занятие по вокалу. То есть, ну, мы серьёзно очень занимались, серьёзно. Вы вот понимаете, как мама, что домообразование вашим детям необходимо? Я считаю, что необходимо. Возможно, это в будущем определит выбор профессии. Возможно, это просто будет как дополнительное обличение к хобби. Ну, я считаю, что это нужно. Вообще, из истории наших жизней понятно, что чем больше ты занят, тем больше ты успеваешь. Многозадачность развивается. Да, многозадачность. Ты чётко учишься планировать свой день. Ты понимаешь, что нужно сделать уроки, но нужно ещё прибежать при этом из музыкалки. Быстренько пообедать. Быстренько, да, пообедать. Ну, она у нас девочка активная. Она успевает вот в музыкальной школе. Она ходит на военно-патриотические занятия. Она ещё готова ходить ещё куда-то, потому что у нас возник вопрос ещё на один кружок записаться. Ну, ребёнку это нравится. Ребёнок со всем справляется, поэтому я не запрещаю. Ну, вот в островце возможностей, ну, мы все понимаем, что это город уже теперь... Молодой и крутой, назовём его так, да. Там много есть кружков, много секций и возможностей для выбора. Да, 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 много есть. В центре творчества, то есть выбор, и вы правильно сказали, что не все они платные. То есть довольно большой выбор бесплатных занятий. Вот когда мы говорим о школе, и вот вы сейчас сказали, ещё ходят на математику и английский. Вопрос от наших мам, пап, бабушек и так далее. Сегодня в школе тоже есть топ-образование, как вы говорите, по выбору. Ну, ведь есть ещё и в начальной школе такая штука, как давайте мы ещё сходим на математику, на английский. Подтянуть знания. Подтянуть знания. Я понимаю, и это платная вещь. Она очень низкой стоимости, вопросов нет. Я понимаю, что для школы это тоже очень важно с точки зрения дополнительных средств. Это однозначно. Учитель занимается после урока, это не его основная нагрузка, поэтому это должно быть оплачиваемо, иначе это как-то было бы более чем странно. Но при этом у родителей так это, знаете, как психологически неудобно отказать. Как вы относитесь к этим дополнительным вещам в начальной школе? Дополнительные планы. Я вам честно скажу, я была за, моя ходила на физику. Ну, пропускала я из-за концертов физику. Подтянула. А в нашей школе, наоборот, директора просят, откройте ещё, нам мало. Серьёзно? Да, очень. Есть такое дело? Да, вот это из своего ребёнка, да? Есть запрос, есть запрос на предметы. Для родителей удобно домашнее задание выполнять, очевидно. Нет, это не дополнительное домашнее. Сейчас вот вы расскажите. Есть запрос на предметы определённые, когда родители приходят и просят, открывать групповые занятия. А групповые занятия по внебюджетной деятельности – это группа не более семи человек. И если уже говорить о стоимости, то это стоимость 5 рублей. Я знаю, что она… Вот эти города Барановичи, но она ведь такой же будет и везде. Да-да-да, она будет во всей стране. Вот индивидуальное занятие, оно стоит подороже, но это индивидуальное занятие 45 минут проводится. И опять же, только по заявлению законных представителей, не по желанию руководителей, не по желанию классного руководителя, а по желанию законных представителей. Для того, чтобы оформить внебюджетную деятельность, подтянуть знания, родители пишут заявление, заключается договор на сотрудничество. А это образование или нет? Нет, это не до образования. Это индивидуальное занятие по предметам, это повышение интеллектуального уровня, расширение возможностей образовательных. Можно говорить, что дополнительное образование по предмету, но всё-таки… По предмету всё-таки так. По предмету, да. По предмету, да. Это не дополнительное образование. Это не дополнительное образование вообще, потому что дополнительное образование в априори направлено на развитие, общее развитие ребёнка. А здесь… Не только, это может быть в различных предметных областях. Областях тоже, да. Мы сегодня говорим и об этом так, где может быть недостаточно часов на какой-то предмет. Мы говорим, что в учебных планах на музыку и пение и так далее, Но это всё сегодня можно получить в учреждении дополнительного образования. Либо мы говорим о мировой художественной культуре. Это тоже может быть в учреждении дополнительного образования. А это дополнительное образование по предмету. По предмету. И в прескурантах, когда мы говорим о платных условиях, оно идёт не образование, оно у нас дополнительный урок, дополнительное занятие. Это не кружок. Нет, это не кружок. Я хочу добавить, у меня близкой подружки девочка ходит в шесть кружков. Это дворец профсоюзов, театр, балет, плавание, английский язык. И сейчас дополнительная подготовка к школе, к первому классу. Это всё ещё Анна до школы? Это до школы, ей 6 лет. Это уже и балет, и театральный кружок. Ну, там вообще, там девочка, она сама очень развитая, ну, и мама ей в этом помогает. Так вот, я когда пришла с подружкой забрать девочку с плавания, 30 рублей стоит одно занятие, ну, и там очень серьёзное такое занятие, часовое, там, профессионально всё. Ещё больше как в спорт идёт наклонность. Я поняла, что дополнительное образование нужно и мне, потому что плавать я не умею. И я подошла к преподавателю и говорю, я хочу заниматься. Можно? Да, можно. Для взрослых есть также секции. Поэтому дополнительное образование и саморазвитие – это никогда не поздно, не только для детей. А вот 6 занятий от ребёнка до школы. Вот вы её, Анна, знаете. Она не выползает уже потом из школы? Она кайфует, она кайфует. А когда у нас там театр? А когда у нас там английский? А так, нам нужно успеть делать домашнее по театру речи, потому что потом у нас балет, мы не успеем. То есть девочка, ну, там многозадачность. Вот это то, про что говорю. Она или дана, или нет. Если не дана, то её можно развивать. Вот там девочка супер многозадачная. Можно скажу у психолога, вот в связи с этим, не выгорит ли ребёнок? Ведь это одна из проблем, которую часто обсуждают уже в подростковом возрасте, когда ребёнок очень много отдаёт себя в детстве. У него возникает ощущение состояния успеха. Быстро взрослеешь. Но он взрослеет, и вдруг понимает, что он выгорел. Вот как говорят о том, что очень часто судьба детей вундеркиндах, она не бывает счастливой, они выпадают из общества. Резервы. Это не проблема. Это, очевидно, психолог скажет. Это не проблема. Это умение понять резерв личности. Я знаю такие истории. Очень успешно. Да, это из резерва внутреннего ребёнка зависит от того, как он привык в каком темпе работать. И иногда можно оборудовать, что в подростковом возрасте все кружки, которые были по возрасту, они закончились. И тут тоже, куда он пойдёт сам ребёнок, подросток, определит, чем он хочет дальше заниматься. Или уже во взрослую, да, продолжение вот этих вот кружков секций доп. образования. Или он поймёт, что всё, он устал. Вот. Ну и самое главное — это здоровье, да, ребёнка. То есть чтобы ребёнок сам мог понять, когда ему хватит. И не подталкивать его дальше. Вот. А выгорание, да, оно бывает у детей, когда достаточно... И у взрослых, да. Да, когда очень много вот разных кружков, разных видов занятий. Но главное — нужно сбалансировать, да, периоды отдыха и периоды вот кружков занятий, развития ребёнка. А в ваших школах много детей вот находятся? Вот мы говорим, после школы они домой не идут. Удобнейшая вещь. Действительно, скажу, как мама. Продлёнка. Она у меня была и в продлёнке, дочь. Но я понимала, что при этом, я ещё говорила, Варюш, надо ещё вот всё-таки там вот танцы есть. Вот неплохо было бы походить заодно. У моих коллег, опять же, туда в школах организуются секции, в том числе там тэквондо, ещё что-то вот приходит. И каратэ, и самбо есть. Очень много детей так вот остаются и до шести, и до семи. То есть какие вообще эти кружки работают? Кружки работают до 21.00. До 21.00? Да, работают. И ребята приходят. Ребята приходят. Спортивные секции у нас позже всего работают. Позже всего, потому что заняты спортивного зала. У нас прежде всего занятость идёт учебными занятиями, а потом уже проводится дополнительно. Поэтому дети с удовольствием приходят в школу. А вот такая секция, она бесплатна? Спортивная? Да. Бесплатна. И они... Учителя физической культуры и здоровья, они сами проводят секции. Секции по каратэ, они платные. Потому что приходящие... Это приходящие, это частники, они оплачивают аренду в школе и уже работают сами. Скажите, что нам сейчас нужно развивать? Вот в этой кружковой работе мы следуем тому, что дети хотят или тому, что от них требует общество? Вот ты сейчас говорила о том, что всё больше у нас будет мужчин в этом дополнительном образовании. Потому что, ну почему-то мне кажется, что вот, например, та же сфера IT, она несколько частниками прибрана к рукам на данный момент. Так, нет? Я буду по очереди отвечать на вопросы, которые прозвучали. Ну, прежде всего, сколько надо. И сколько надо ребёнку. Вот я слушала Анну и думала, а посещает ли ребёнок детский сад? Ведь смотрите, в детском саду там тоже. Конечно. Если посещает. Если не посещает, там же тоже занятия, сменяют занятия. Английские, например, при садике. Да, то есть многообразие видов деятельности. Ну, безусловно, желание ребёнка и зоркость родителей. Зоркость родителей в плане увидеть, подметить способности ребёнка, о чём мы говорили. И усталость. И зоркость в том, чтобы не допустить перегрузки. Вот здесь только, очевидно, близкие люди могут понять. Это и родители, это и педагог, может быть. Вы знаете, вот есть примеры в нашей деятельности. Я думаю, вот с коллегами и сойдёмся. Что зачастую, кстати, в учреждения доп. образования приходят не только для того, чтобы получить знания, умения в определённом виде деятельности, а приходят за друзьями. То есть не получается в школе дружить, не получается общаться. А тут общность интересов. Да. А здесь общность интересов совершенно верна. Далее, зачастую, на педагога приходят, который даже, может быть, не столько ставит какие-то учебные цели, задачи, а вот вопросы социализации. Совершенно верно. И это тоже сегодня очень важно для наших детей. Поверьте, что есть проблемы и в этом. И я думаю, что вот эта социализирующая роль, она тоже достаточно важна. И нельзя её недооценивать. Далее, количество, ну вот количество занятий, мы уже сказали об этом. И далее, учреждения дополнительного образования, вот мы начинали с затратной части. Они, кстати, не такие уж и дешёвые. Я думаю, что на сегодняшний день это дороже, чем школа в плане затрат. И на сегодняшний день это ресурсные центры для того, чтобы можно было детям реализоваться в полной мере в том или ином направлении. Каждая школа не откроет там, скажем, вокальную студию хорошую, да, анну, с оборудованием и так далее. И это в любом направлении, кстати, даже в творчестве. То есть, если вот здесь и пришли дети, и знают, что начально можно начальную подготовку получить и где-то попроще в классе. А для того, чтобы уже на более высоком уровне, да, надо прийти там, где педагог более высокого уровня, где созданы условия соответствующие, вот это направление у нас дополнительного образования. То есть, в этом направлении мы и работаем, чтобы обеспечить высокого качества услугу для наших детей. И да, мы говорили о том, что сегодня почему больше мужчин, но я надеюсь, что они придут больше и в различные направления, и все меры предпринимаются, вот и Министерством образования, и государством это поддерживается очень. И, но вот то, что вот такое внимание сегодня техническому творчеству, IT-технологиям, то есть, да, действительно цифра в нашей жизни, и мы никуда от этого не денемся. И, безусловно, все это связано с сегодняшним деньом. Если посмотреть объединение по интересам данных направлений, да, в основном это мужчины, в основном. Не значит, что сто процентов, но в основном. И это очень хорошо, что и сегодня национальный технопарк получает свое развитие, и на местах поддерживается техническое творчество. Я думаю, что это приведет, безусловно, в идеале, это должно приносить дивиденды в виде каких-то открытий, в виде развития научно-технического процесса, прогресса в целом нашей страны. Я надеюсь, что вот это все, безусловно, это сказывается, смотрите, какого высокого уровня наши дети. Где они не появятся, все-таки я с гордостью говорю, что на всех международных мероприятиях наши дети очень заметны. И мы этим очень, вы согласны? Да, Беларусь очень всегда талантливо представляла. Да, да. И это, безусловно, в том, что наши дети талантливы, это ведь заслуга не только генетики, скажем, в том, что родители такие замечательные. Но здесь педагога, конечно. Это все-таки не может быть. Анна, вот если говорить о системе как раз-таки, выстроенной государством, четкой системе. Вы же выросли вот в ней и видите на этих конкурсах, что белорусы представлены не только в вокальном творчестве, но и, извините, великолепно танцуют, великолепно поют, выигрывают международные конкурсы, возвращаясь к школе и по предметам. По предметам в том числе. Да, в преддверии, на самом деле, Дня Учителя, хочу заметить неоценимый вклад порой в будущее многих спортсменов, артистов, актеров и все другие специальности, потому что, на самом деле, педагог – это вот та самая основа, которая в тебе закладывается, и только в твоих руках потом как-то это приумножить. В моей жизни были разные преподаватели, которые пытались, да, не буду говорить пытались, это перенос ответственности, как-то, как психолог. Но что-то вносили свое, что заставляло, например, задуматься об отстранении от музыки. Кто-то, наоборот, прививал большую любовь. Но я могу сказать так, что это прекрасная цепочка. Государство дает возможность развиваться дополнительно. Ты выбираешь себе какую-то свою стезю, ты в ней совершенствуешься, а потом представляешь интересы страны и на международных конкурсах, как случилось со мной. То есть что мы имеем? Детская музыкальная школа, в которую я ходила, кружки там некоторые были дополнительные в музыкальной школе, это давало государство. Я с большим удовольствием и принятием этим всем пользовалась. Мама с бабушкой, с папой все вкладывали в конкурсы, чтобы я могла по ним ездить. И благодаря дополнительному образованию я выбрала свою профессию. И полгода назад я представила страну на международном конкурсе с гордостью, с большой любовью. То есть это прекрасная цепочка выстроения большой любви к стране и благодарности за то, что мы можем заниматься другими делами, помимо математики и русского языка. И вот это очень важно понимать и ценить, потому что на самом деле я знаю, что в Израиле, например, у меня живет очень много родственников, все кружки платные, нет такого, что ты можешь пойти куда-то бесплатно. Там по-другому устроена система образования. Я разговаривала со своими коллегами, не буду удокладнять, я кажусь белорусы. Это странно. СНГ, когда летом мы встречались, в рабочие были вопросы, я сказала, что мой ребенок находится в лагере, в оздоровительном. И это вызвало в лагере, то есть в некоторых странах, то, что было в Советском Союзе, сейчас, конечно, не про доп. образование, но мы говорим об общей системе образования, отношения к воспитанию, отдыха детей, оно полностью разрушено. То есть люди спросили, в лагере, да, я говорю, таком, как вот я была 18 дней, а сколько стоит? А стоит вот столько, а государство мне вот это вот выдало, а от предприятия помогли, и мой ребенок там практически за копейки. И, понимаете, я понимала, что у людей это вызывает не зависть, нет, но удивление того, что это вот в такой степени все сохранилось. Сохранилось. Образование, дополнительное, отдых, что государство за всем этим смотрит. Иногда мне кажется, что, как говорит Анна, мы не всегда понимаем это. Это нужно куда-то поехать и поговорить с коллегами там из Израиля или еще из других стран, чтобы понять, какая там медицина, какое там образование и так далее. И потом ты понимаешь, что это все надо принимать не как данность, и что, знаете, как бы отсутствие ценности, а наоборот, еще больше начинаешь ценить то, на чем даже не задумывалась. Конечно, с большой благодарностью, потому что социальная политика нашей страны, она просто уникальна. Конечно. А как устроена эта система, Надежда Васильевна? Вот вы же знаете, как она работает, например, в других странах. Ведь опыт есть. Да, безусловно. Опыт есть и партнерство есть с различными учреждениями. Но в Европе это называется неформальное образование. Это совершенно другое. То есть это, во-первых, вот то, о чем мы говорили уже, платность. Во-вторых, это разовость. Как бы, да, вот прийти на какое-то мероприятие, в чем-то поучаствовать там и так далее. А вот оздоровление, оно практически вот такое оздоровление, как у нас, ни у кого нет такого оздоровления. Это безусловно. И вот такой системы дополнительного образования. Вот я хочу пожелать каждому ребенку и каждому родителю, безусловно, чтобы для каждого ребенка вот нашелся свой педагог. То есть наша система это позволяет. Для того, чтобы вот уникальность, таланта ребенка раскрыть. Нет неспособных детей. Абсолютно. Вот это абсолютная истина. Нужен только, чтобы в свое время, в своем месте нашелся педагог. А у нас достаточно талантных педагогов, чтобы помочь ребенку раскрыть его потенциал и реализовать. И это очень важно. И если говорить вот о системе дополнительного образования на сегодняшний день, она достаточно оснащена всяческими материальными ресурсами. И самое главное, что она богата нашими уникальными педагогами. Это, мне кажется, самое важное. Когда есть человек, потом под него все найдется. Вот все найдется. Все строится на личности, на энергии, на желании. И не только. Практически. Если я вас заверяю, что на сегодняшний день, вот если есть педагог, который способен реализовать программу дополнительного образования по тому или иному направлению деятельности, то, как правило, находятся ресурсы. Потому что мы очень поддерживаем талантливых инициативных педагогов. За ними идут дети. И вот проводя конкурсы, кстати, вот лидерские, либо вот коллега говорила об олимпиадах, и я всякий год удивляюсь, думаю, сегодня какие замечательные дети. Через год думаю, о, еще круче, еще интереснее. Ну, откуда же такие возможности? А это все результат системы образования совместной и общего, среднего, и дополнительного образования, которое дополняет. Которое дополняет друг друга. Как Гельбери Финн все время говорил, мы считали, что эта школа не должна мешать моему основному образованию. И такое звучало. Мне кажется, что в Советском Союзе была такая специальность, как педагогу дополнительного образования. Педагог дополнительного образования, само дополнительное образование появилось с принятием кодекса в 2011 году. Руководитель кружка. И педагог, да, был руководитель кружка. В Советском Союзе был руководитель кружка. А теперь педагог дополнительного образования. А вот те люди, которые работают у вас, вот вы говорите, 70 секций, пришедшие, это понятно. А когда, например, учитель литературы ведет драм-кружок, он ведет, потому что так надо вести, или потому что он понимает, что он может, прежде всего может, правда? Да, да, совершенно верно. Не каждый может вести. У нас есть объединение по интересам в школе, оно называется «Первая роль». Это ведёт специалист, который действительно это может. Это ведёт учитель русского языка, литература, да. Но у нас объединение по интересам ведут и наши педагоги, и, как я уже говорила, педагоги, которые приходят, совместители. Вот, вы знаете, мне кажется, что я, когда приходила домой, я всё время с мамой разговаривала по своей Илене Антоновне, это мой педагог по фортепиано, да. Я точно сейчас понимаю, что мы всё время о ней говорили. Я точно понимаю, что мой учитель по дирижированию Татьяна Васильевна сыграла в моей жизни роль, потому что мы не только дирижировали, мы ещё и разговаривали, да. Я действительно училась чему-то от них. Вот вы видите, даже как психолог и как мама, вот любовь ваших детей и связь к вот этому. У нас состоялось важно это? Да, очень важно. Например, у своего ребёнка я ему позволила, начиная вот с детского садика, мы меняли кружки каждый год, но он искал то, что ему нравится. Он занимался, у него был интерес. Но когда приходил август месяц, я спрашивала, ну что, пойдём? Он говорит, а я хочу что-то другое. Вот я там видел. А вы как психолог понимали, что он ищет, да? Да, я понимала, и я ему давала такую возможность найти себя, чем он хочет заниматься. Сейчас у меня ребёнок в шестом классе учится, и мы остановились на спортивной секции и на художественной направленности. Да, там у меня ребёнок пошёл за преподавателями, и, не знаю, я очень счастлива, что он больше времени проводит в школе, потому что это после занятий в школе. Это его выбор, опять-таки, вот и ситуация, как говорите, общения с людьми, близкими по духу, занятыми. И ему очень нравится. То есть со школой, да, с одноклассниками, в эти кружки ходят и одноклассники, и ребята с параллельных классов, чуть старше, чуть меньше, да, по возрастным категориям. Ему очень нравится. И я очень счастлива, что у меня ребёнок просто с удовольствием ходит в школу. У него горят глаза, когда он идёт в школу, и говорит про свою школу. Я приведу вам пример одного сообщения из чата, вот по керамике, уж скажу так. Родители, у нас же сейчас модно, да, у нас все сейчас общаются в чатах. Вот можно просто прочесть чат и понять, что происходит в школе, на кружке. Просто мнение сразу развернутое, и всё есть. Онлайн-дневник. Да, онлайн-дневники, и всё есть. И вот из этой серии мама пишет педагогу, что у ребёнка слёзы, потому что ему нужно ходить в бассейн, и это время совпало с керамикой. Можно ли мы перенесём время? Да, отвечает педагог. Респект педагогу. Можно ли мы будем ходить с другой группой? То есть, понимаете, получается, что дети некоторые, вот они, как вы говорите, ищут, ищут. Вот это надо, а сюда вот как бы душа зовёт. Вот ещё один вопрос, Надежда Васильевна, всё-таки о перспективах. Я не люблю эти вопросы. Мы подвели итоги, разобрали. А теперь, что нас ждёт в будущем? Но всё-таки, чего нам сегодня не хватает, и что надо? Хотя мы, ещё раз говорю, прекрасно понимаем, что система выстроена уникально. Что нам нужно дальше? Вот вы хорошо слово употребили. Уникально. Значит, уникальная система требует уникальных людей. Всегда нужны уникальные педагоги. Это безусловно. Можно всё создать, здание построить, и всё у них сделать. Рисурсы будут. Нужны люди. Нужны люди. Это всегда. У нас они, к счастью, я уже говорила, есть, но, безусловно, это же должно быть постоянное пополнение вот таких же с горящими глазами, понимаете, которые вот сегодня, кто добивается успеха? Безусловно. Вот. Очень увлечённые люди, правда? Да. Вот пример рядышком с нами, да. С детства. Либо в какой-то момент жизни можно. Если сегодня говорили о выборе кружков, я бы даже говорила, что, наверное, полезно прийти и разрешать по разным кружкам ходить. Сегодня кодекс это позволяет, кстати, познакомиться с различными кружками, даже прийти и первый месяц, и пойти в один, второй, третий. На сегодняшний день взаимопонимание педагогов, родителей – это залог успешности ребёнка. А приходят молодые с горящими глазами? Заплаты ведь небольшие, давайте будем откровенны в этой системе. Приходят, приходят. Молодые с горящими глазами. Вы знаете, далеко не все остаются. Я всегда говорю, давайте распределять молодёжь. Давайте распределять, потому что, да, есть те, кто на сегодняшний день заниматься целым коллективом, постоянно быть с ними на связи, вот как мы услышали от мам. То есть постоянно ребёнок может в любой момент или родители написать, позвонить и так далее. Не каждый к этому готов, педагог. Многие приходят и хотят только по времени отработать. И не говоря очень сильно. Есть и такие. Есть и такие, надо признать. Но нет. И он не удерживается. И у него не будет коллектива детей. И я опять подписываюсь под вашими словами. Да. Буквально в последнее время я столкнулась с вопросом, Аня, пожалуйста, начните преподавать. Мы хотим, чтобы наш ребёнок занимался с вами. А я понимаю, что я сейчас не готова отдаваться до конца. У меня по жизни такая установка или во все тяжкие с головой и полностью в процессе, или никак. Вот этих полумер я не терплю ни в своей профессии, ни в других. Поэтому я понимаю, что мне сейчас открывать студию ради коммерции? Ну нет. Я слишком люблю своё дело. Поэтому вот я согласна, что педагог должен искренне любить своё дело. И если ты уже педагог... Дело и детей. Да, то ты должен любить и детей, и дело, и быть с головой там. Вот, например, именно по этой причине я не иду в преподавание, потому что сейчас моя цель это личная карьера. Потом, когда я уже захочу этого искренне, это будет моё желание. Там нужно будет сутками с нами быть. Там нужно будет заниматься карьерой другого человека там, вкладывать. Пока я на это не готова. И вот призываю всех молодых педагогов чётко давать себе честный ответ. Ты готов преподавать детям искренне, со всей отдачей или нет? И не только работать. Я бы сказала, там жить надо. Там надо жить. Вот есть такой коллектив, если говоря о вокалистах, есть заслуженный любительский коллектив «Радуга». Бардунова, Нина Николаевна, Могилёв. Сколько вокалистов. Практически наша эстрада вышла оттуда. Будем так говорить. Но она ведь не работает. Она живёт этим делом. И воспитала целую плеяду педагогов, которые работают в этом коллективе. У неё порядка 500 детей. Это немаленький коллектив. Это целая жизнь. Там можно книги писать об этой жизни. Поэтому я думаю, что вот когда есть такие педагоги и воспитывают себе смену, ну, конечно, надо говорить о хорошем будущем нашей системы дополнительного образования и о хорошем будущем наших детей. И дополнить, я хочу, хочу, дополнить. Когда работаешь с педагогами, приходят педагоги молодые, я постоянно их настраиваю на работу и говорю, девочки, вы должны понимать, что ребёнок вам должен сказать, учитель, я тебя люблю не за то, кто ты, а за то, кто я, когда ты рядом со мной. И поэтому личность ребёнка, прежде всего, она должна выходить на первое место. И рядом с ним творческий педагог, я совершенно согласна. Педагог, горящий и любящий то дело, которым он занимается. Потому что иначе дети всё почувствуют. А дети чувствуют. Там просто работа не проходит. Там просто так не бывает дополнительного образования. Я очень благодарна вам за эту беседу и хочу всех вас, всех вас поздравить с наступающим Днём Учителя, потому что мне кажется, что это всё равно для всех праздник, особенно для наших педагогов, психологов. Мам, которые тоже являются педагогами на самом-то деле. С Днём Учителей пожелать всех благ и понимания того, что развитие любой системы, будь то системы школьного, дополнительного образования, развитие творческой личности, воспитание детей, психологическая помощь, ничего не будет строиться без любви и без горящих глаз. Поэтому пускай будут эти горящие глаза, ну а всё остальное, основа государством нам дана. Так что будем двигаться вперёд, что называется, с горящими глазами. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.